шалом дорогие друзья мессианские студия оазис медиа возвращенные на сион хайфа израиль сегодня есть интересный вопрос на который надо же лекции читать но я попытаюсь его вложить в несколько минут что отменил новый завет очень сложная тема на самом-то деле и стоит исследовать что он отменил вообще когда когда мы говорим о завете или правильнее наверное сказать в современном понимании договоре очень важно читать и понимать как эта юрисдикция договором действует допустим примеру мы арендуем у кого-то квартиру и вот наш арендатор хозяин этого дома квартиру неважно чему составляет подробные документы это можешь делать это не может а не можешь это может помнить как то известном фильме ты туда не ходи снег башка попадет совсем мертвым пусть это не трогай здесь только я могу войти допустим в электрическую комнату пули выбить свет должен позвонить мне я приеду сделаю а вот это твоя ответственности отбил угол штукатурки то пожалуйста починину короче говоря много нюансов человек прожил в этой квартире 2-3-4 года хозяин приходит к слушаю пришло время поднять немножко заработную плату сам понимаешь инфляция давай сделаем маленькое дополнение и он говорит кстати я вижу что газовый баллон уже старые не там газовая колонка старая и обогреватели старые я те сделаю также небольшой ремонт и он делает какие-то ремонтные вещи какие-то может быть но допустим в израиль он знает что ты хороший квартира съемщик я тебе еще три кондиционера поставлю чтобы тебе было прохладней летом и теплее зимой но я возьму еще один лист и мы допишем некоторые добавления и такое очень часто применяется добавление и в этих добавлениях он вычеркивает больше не надо тебе заботиться о газовой колонке потому что ее просто выбросил я вместо нее поставил кондиционеры но ты должен приглашать в раз в год специалиста чтобы он прочищал эти как бы тот же самый договор но некоторые нюансы поменялись по сути когда господь бог через ешуа дал новый завет вы помните эту трогательную особенную историю часто ее называют во время последней вечери господь поднял чашу и говорит сие зод дами они шпаха ву рейхам это моя кровь проливаемая за вас зод асули зихруни зод брита хадаша это новый завет в моей крови но вы все помните этот нюанс что же тогда случилось мы должны сравнить вещи которые новый завет не комментирует я не думаю что не подверг интерпретации вещи которые новый завет до комментирует они не подверглись никакой интерпретации что мы имеем я сейчас не могу входить в эти вещи очень глубоко потому что время и формат передачи не позволяют но тарак мужа те бри тот те заветы которые господь бог завершался в рамом потом слушая они очень специфичны они определяют жизнь израиля на самом-то деле там был конечно завет ноаха который определял что язычником можно это это и это а когда господь бог стал с евреями иметь дело он для них дал некоторые нагрузки это праздники это чистота или не да тума как бы как бы быть чистым и там и женская нечистота и нечистота другого плана которая дал шаббат дал бритмила дал кашрут ну так я на ходу вспоминаю примерно 5 вещей он сказал этим израиль будет отличаться от всех остальных и еще дал систему жертвоприношений так вот если мы смотрим новый завет очень четко показал что жертва машина она превозносится над всеми жертвами остальными и место храма как единственного места для жертвоприношения тоже отменяется то есть мы можем призывать маши их или жертву маши их в любом другом месте как она будет в будущем очень сложно истолковать потому что языки 38 глава храм то другой храм жертва опять как это все вписать я совершенно не могу вам сказать но в нашем сегодняшнем состоянии мы видим по факту храма не существует значит жертвоприношения отменены значит нам нужно какая-то замена левицкого священства сегодня то есть есть люди которые левиты коганим и все такое и всякое им уважение и все такое но у них нету возможности функционировать писание говорят что нам дан новый первосвященник по чину мелхиседека еще о машинах его жертва работает для нас все остальное по сути стало с тем же самым жизнь евреев ограничивается этим жизни евреев чем-то ограничивается чем-то не ограничивается но понятно мы не используем сейчас все эти понимания раб не раб потому что это запрещено устранено понятно что это грех и многоженство и прочее прочее эти вещи они были даны по слабости людей писания говорят об этом и они как бы вышли мы как человечество вышли на уровень определенный когда вот правильная удалила неправильно но для еврейского народа остается шаббатство остается бритнила остается кашрут остается не то остается и очищаемся мы через жертву машин для не евреев это благословение участвовать еврейских праздниках но это как сказать дело личное не дело обязательное если вы член мессианской общины и живете в израиле и вы делаете кашрут и обрезываете вашего сына это правильно по священному писанию потому что это есть определенный образ жизни не говоря о спасении это не связано со спасением это связано с нашим уважением подчинением небесному отцу но когда мы подчиняемся ему мы в этом несем определенное духовное пророческое наполнение и когда мы такое игнорируем в этом есть большая проблема короче говоря что отменил завет как я уже назвал храмовое служение левицкое священство но они сейчас не удел он вывел вперед то что называется священство почина мелхасидека господь бог через ешо всех нас сделал царственным священством и говоря языком авиаперелетов поместил всех нас в бизнес-класс я удивляюсь некоторым которые начинают уклоняться в то что называется блин ноах там их делают уважаемыми не евреями говоря вы все-таки ребята знаете кто вы перейдите пожалуйста назад в эконом-класс думаю больше глупости человек сделать не может когда его господь бог через сына своего сделал царственным священством а человек нет я лучше буду там знаете это по писанию называется активные речи обман и совращение и не попадаетесь на них оно вам не нужно стойте в истине который нас наставляют священные писания апостол петр когда-то сказал такие слова нет другого имени под небесами которым бежит нам спастись и он есть камень и основание истины и он поддерживает нас превыше всякого человеческого толкования интерпретации прочего ну вот в этом новый завет должен нас реально утверждать крепко благословения вам башем ишуа нашех